Холодно, как на улице. А что же будет зимой? Жители дома номер 13 по Кохомскому шоссе жалуются на то, что лестничная клетка в их 12 этажке не отапливается. Три года назад здесь прорвало трубы. Управляющая компания мер не предпринимает. Батареи попросту гниют, а при первых же морозах стены покроет иней. У нас, вы сами видите, здесь стены все черные, серые батареи, видите, начинают, вот эти трубы начинают гнить. Следовательно, эта вся система, помимо вот этих батарей, произойдет то, что и вот эти все трубы сгниют и провалятся. И я не знаю, чем это может вообще кончиться. В начале лета управляющая компания «Опора» обещала батареи на лестничной клетке заменить до начала отопительного сезона. Жители поверили на слово. И, видимо, напрасно. Они нам ответили следующим образом, что с этим этот вопрос решается, потому что до нашего собрания было обращение в прокуратуру. Прокуратура им сделала предписание с этим вопросом разобраться и батареи заменить. Но прошло лето, наступила осень, уже сейчас отопительный сезон. А как видите, батареи не сменены. И, как следствие, у нас здесь, естественно, тепла не будет. Когда оно будет, одному Богу известно. А еще за холодной стеной шахты лифта. Специалисты лифтремонта уже предупредили жильцов дома о том, что зимняя стужа, скорее всего, негативно скажется на подъемном механизме. Валентина Николаевна застряла в лифте недавно. Пожилой женщине такое приключение совсем не понравилось. Связывается с тем похолодание. Вы понимаете, что лифты у нас соприкасаются с холодной стеной и с холодным коридором, где у нас находится лестница на выход. И поэтому эти механизмы, они плохо работают. Они могут, знаете, застрять так, что и тут неизвестно. Дом с лопнувшими трубами достался опоре в наследство от другой управляшки. Проблеме руководству организации известно. Для того, чтобы восстановить систему центрального отопления по пожарной лестнице, в соответствии с 44 статьей жилищного кодекса, собственно, необходимо провести общее собрание, утвердить вид работ и способ финансирования. Могу пояснить следующее, что на доме существуют деньги, собранные до 1 января 2015 года, то есть деньги капитального ремонта, на которые возможно провести эти работы. Активных жителей, кого бы волновала данная проблема, в доме мало. Кворума необходимого законодательно собрать не получается. Как только жители проявят инициативу, опора обещает отопление восстановить. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.